Здравствуйте! Мой канал на YouTube исключительно создан для того, чтобы можно было рассмотреть опасные бритвы, которые я произвожу. Но в этот раз я просто хочу поделиться радостью, которую я сделал. То есть придумал это не я. Это мне показали, подсказали на YouTube. Есть такой ролик, где прям пошагово описано все, как это нужно сделать. Вот такие вот направляющие для ленты. И это для корвета 31. Хотел я купить более дорогой за 40 с чем-то тысяч, но после вот такой вот реконструкции, я думаю, пока я не буду торопиться с покупкой дорогой ленты у ленточной пилы. Потому что мне хватает распиливать вот такие вот дубки и по контуру выпиливать. Мне тоже все удачно, все хорошо. То есть как бы мне не нужна пока дорогая лента, ленточная пила, потому что я пока хочу попользоваться этой же дешевой корветом 31. Что ж, давайте покажу, какие вещи она пилит. То есть вот такие вот тонкие даже дела, это вот рог. Вот так вот ровненько. Давайте на глаз скажу, где-то 1,2 мм толщины. Совершенно ровный распил. И так все. Хоть древесину, хоть рог, что угодно. Это меня не может не радовать, потому что раньше это было практически невозможно на этой пиле. Вот это приспособление со шпеньками, оно совершенно не удерживало ленту для прямой лейного реза. Это пила была скорее как лобзик, не более того. И плюс, вот тот человек, который мне подсказал с помощью своего видео, говорил, что за счет этих шпеньков, от их трения, часто рвется лента. Что и у меня происходило постоянно. Сейчас пока не знаю, пока пилю. Ну, вроде бы все слава богу, но время покажет. Оборвется, не оборвется, через какое время. Вот такие штуки сделаны. Сейчас я покажу еще внизу. Отвечу. Сейчас, секундочку. Я тут... Легкий пыльотвод. Его нужно немножко убрать, чтобы он не мешался. А, и столик тут у меня еще. Вот, в общем видно. И вот внизу такие же вот ролики. Вот, видите, как видите, они начинают двигаться только тогда, когда я... Ну, то есть, происходит какое-то легкое смещение ленты. И они удерживают ее в это положение. Но я настроил так, чтобы подшипники крутились не всегда, а только когда легкое-легкое отклонение. Прям, то есть, такой минимальный зазор установил между лентой и подшипниками. Вот, прямолинейный рез просто шикарен. Я не знаю, как там, конечно, на пиле, которое там более 40 тысяч, может там еще лучше, скорее всего, да. Но для корвета 31-го это чудо. Вот. Что я еще хотел сказать? Да, я допустил ошибку. Там на видео было показано, что вот эти вот, он их называл рогатками, пластины с пазами более толстые. Толстый металл был взят. Поэтому заранее уже рассчитывайте миллиметра два с половиной три. Потому что у меня вот 1,2 или 1,5 миллиметра эти пластины. Это мало. Мало именно для того, чтобы, для болтов. Потому что болты стоят сзади мебельные. Вот, видите, они спиленные сзади. Вот эти вот головки болтов, они тоже упирались во все. Пришлось спилить. Потому что там пила-облавленник другая, того же плана, но не корвет был. У корвета немного все сложнее. И вот тут я вот срезал как бы лишнее. Здесь такая вот еще дополнение было вот этого кожуха. Я его спилил. Он реально мешался. Что ж. Да. Не обязательно делать из металла. Я вот такие вещи заготовил на будущее, когда лента оборвется. Я заменю вот и такие. Это тоже самое болт восьми. Это болт четырех. Зинковка. Потальная головка. И шестимиллиметровые пазы. Но уже толщина на глаз четыре где-то. Три с половиной где-то миллиметра пластины. Вот. Текстолит пилить легче. То есть на этой же пиле можно выпилить вот эти вот все дела. Не мучиться с металлом. Жесткость достаточная. То есть делать проще. Толщина уже больше. Толщина вот эта нужна только для того, чтобы болты мебельные вот своими квадратами, которые там у них есть подголовка и квадраты против проворачивания. Чтобы эти квадраты как бы были погружены вот в этой толщине. И за счет этого уже после этих пластин выходила только резьба. Болта. А у меня квадрат еще уступал. Пришлось шайбы подгонять такие мутные. То есть, ну не очень так удобно все получилось. Вот, например, я сейчас буду настраивать я вот этот блок, то я, в принципе, с ним намучаюсь. Потому что там подставки стоят. Потому что вот эта толщина была мала. Максимум по километрам. Ну что ж. Вроде как бы все. Так что у кого корветт 31-й, не расстраивайтесь, что у вас такая машинка. Все возможно. Эти подшипники я вот в Питере заказывал. Они что-то дешевые вышли. у меня там... Сейчас, давайте вспомню. 700 рублей у меня вышло. Все вместе взятое. То есть, там, не знаю, доставка, по-моему, включена была. Четыре подшипника за 700 рублей. Прикупил. Внутренний диаметр на 6 миллиметров ровно. Наружный 19. Вот, что ж еще. Особо широкие выбирать не нужно, потому что они будут мешать, то есть, напрыгивать на зубе и сглаживать разводку пилы. А это не есть хорошо. Так что, вроде как бы вот так. Вроде как все рассказал. Потому что я был безнадежно разочарован в этом корвете 31. И уже хотел его в хлам отнести. Копил деньги на пилу большую. Но вот после такой реконструкции я все-таки пока решил ее оставить, посмотреть, что будет. Пока все нравится. Пока все здорово. Ну вот, наверное, все. Вкратце так вот. Субтитры сделал DimaTorzok